здравствуйте девочки сегодня с вами Катя Васильева извините пожалуйста за шум я сегодня в городе в Чикаго тут гуляю вот и получаю столько вопросов на комментариев на ой-ой-ой девочки никто вас не защитит пока вы сами себя не защитите почему вы все реагируете на этих всех нарциссов и на этих всех детей хорошо вопрос про детей сегодня мне задали через веб-сайт если вы хотите задать вопрос на который вы хотите чтобы я сделала видео пожалуйста пишите changelife.solutions там вниз спускайтесь там есть окошко как мне можно написать и там можно писать вопрос значит как вести себя с совершеннолетними детьми и как их отпустить вы знаете конечно мы как родители мы жертвуем всем мы делаем все на благо своих детей и так далее да но зачем нам эти дети нафиг надо если они будут нас доить всю оставшуюся жизнь правильно нет дети это гости в нашей жизни это наша любовь наша вот это все близкое любимое и так далее но это все длится только 18 19 лет и до свидания вот поэтому и знаете даже это даже как бы вот отпускать ребенка например то что же мальчика да отпускать его и давать ему возможность принимать решение за себя и решать вопросы за себя этот это показывать ему уважение и этот мальчик будет любить свою маму этот мальчик будет звонить вам и хотеть с вами советовать это потому что вы показываете ему уважение когда мы понимаете посмотрите на все это с разной с другой точки зрения эти дети когда вырастают а они же проходят все этот вот возраст тинейджерский они проходят все вот эти самопознание себя установки себя в мире свои границы и так далее да и когда ничего сюда проход у них становится к мама вот которая знала их там с рождения самого да и которая их baby baby это считает что они маленькие и такую маму они не будут любили они будут вас любить но они они не будут вашими друзьями не будут вас избегать почему потому что вы не имеете уважение к их личности и мы очень часто даже особенно мы советские мамы мы такого вообще не знаем уважение к личности понимаете ребенка а моему сыну например что с 19 мы можем позже может 20 будет вот я ему говорю тебе не надо здесь сидеть в этом вот районе где я живу ради школы да там что очень сильно поэтому я живу там я говорю тебе надо сиди давай вперед я его отпускать давай я горжусь тобой давай не сомневайся в себе ты можешь ты сделаешь ты тут и все мы дети мужчины особенно парни они превращаются в мужчин и к ним нужно относиться точно так же как относимся мы к мужчинам как мы относимся к мужчинам чтобы они нас любили они нас с нами хотели быть и мы были для них единственные неповторимые точно так же вы должны относиться к своему сыну который уже мужчина он уже не ваш сын он не ваша baby он не ваш мальчик не ваш манюсик не ваш чуть-чуть не не ваш никто он мужчина и мужчин нужно отпускать даже ваших партнеров мужчин не надо их ревновать отпускайте и иди ты хочешь идти на ваут на всю ночь а я буду спать ну хорошо имея хорошее время если что возвращайте он вернется к вам почему потому что вы его не держите мужики бегут от тех кто за ним цепляется мужчины бегут от тех кто их держит контролирует и так далее а мы контролируем мужчин только потому что мы не хотим быть больше обиженными вот и мы контролируем их мы их ревнуем не дай бог они нам из меня потому что тогда кто-то есть лучше чем я и весь этот бред опять и вообще вы тратите свою жизнь на вот этот весь вообще бред понимаете пусть идет хочет идти пусть идет чего его держать а вот поэтому ладно возвращаемся обратно к детям вы знаете начинается жизнь жизнь вообще вот мне моему второму сыну ему будет 16 лет в америке 12 школ он закончил школу 18 у меня еще два года вот у меня есть ребенок все как только заканчивать мою сын школу до свидания у меня нет детей нет у меня детей они вокруг не дети они взрослые а во вторых я не справлюсь с ними еще сидеть 10 лет я им сказала вот 40 до 50 мне надо мое время я буду тут гулять путешествовать я уезжаю мне не звонить мне только это можете написать месседж что у вас все хорошо если я дома по субботам у нас будет семейный ужин где вы не находились в городе вы должны приехать к маме на ужин если нет будем через неделю если хотите раз в месяц мне все равно будем делать такой ужин хотите будем делать раз в неделю если вы хотите меня видеть если нет удачи вам главное напишите мне что с вами все в порядке и обещайте мне что вы не будете пользоваться наркотики и не будете ездить за рулем пьяном виде все больше от меня от вас вообще дети ничего не надо абсолютно вот поэтому удачу вы этих детей тащите на себе отпускайте их пускай они живут жизнь свою взрослую жизнь пускай вы для них будете такое спасение такой друг советчик такой вот человек которому они обратятся если у них есть какие-то вопросы человек которому они хотят обратиться человек которого они не боятся обратиться что не боятся что их не осудят их не не просто критикуют а зачем ты это сделал а я тебе что говорила бла-бла-бла это весь этот материнское это учение не надо она этим детям они не будут хотеть с вами общаться пускай идут эти дети и знаете тоже вот и вы сейчас поменяете мнение не делать это все быстро скажете слушай вот давай это я вот на тебя под наблюдала доченька ты молодец ты понимаешь уже все в жизни я хочу чтобы ты знал что здесь проблемы всегда обращайся ко мне я здесь я всегда готова тебе помочь и так далее но послушай вот сейчас ноябрь да будет декабрь не хотела бы ты вот начиная с нового года вот двигаться уже и жить самостоятельно и что тебя никто знаешь здесь не контролировал и так далее вот твои тебя нужна вам помощь найти тебе квартиру рентам и так далее давай вместе потому что я делаю вот меня есть мой новый бойфренд и у нас есть планы и вперед . до свидания сына иди живи жизнь ты красивый умный ты все можешь тебя все получится вот так надо надо эти детей поднимать из грязи надо их воодушевлять вдохновлять надо чтобы они верили в себя надо чтобы они знали чтобы не случилось вы никогда не будете критиковать и и никогда вы их не предотвратите вы всегда здесь вы всегда будете их любить поднимайте этих детей это их самолюбие самооценку из грязи вверх и и пускай они идут и конкур этот мир побеждает этот мир завоевывает мир вот вот так надо эти детей воспитывать я так думаю ну не знаю не всегда так получается конечно ты совсем уж таким другом не будешь они боятся они должны вас уважать вы должны иметь авторитет и так далее но все равно не надо поднимать свой авторитет за счет опускания детей слушайте есть много народа которые заслуживают опускание а вот если есть какие вопросы подписывайтесь пожалуйста к моему каналу меня всегда есть что сказать так как оказалось да вот я очень рада что мои советы кому-то помогают и был вопрос всегда ли я была такая смелая так далее да я всегда была такая у меня есть комплекс чемпиона у меня есть комплекс профессиониста у меня всегда был поэтому вот я добиваюсь чего-то меня ничего не остановит пока я хочу что-то добиться когда я уже чего-то добилась мне уже может стать скучно но и такое дело вот ну да но и когда раньше я позволяла людям меня обижать я молчала я не высказываю свое мнение вы знаете потом как я говорила у меня была травма после этой травмы уже слушайте когда ты умер и воскрес уже тебя абсолютно во барабанах потому что думает у тебя и вообще потому что вот мы живем и радуемся жизни каждый день я радуюсь своим детям я я как бы я наслаждаюсь жизнью знаете мне мне абсолютно как бы поменялось свое мировоззрение вообще на все вот это на долг на вежливость на людей на тоность ой слушайте не трогайте меня и я вас никого не буду трогать правильно вот так хорошо все пришли мои ребята здесь мы здесь отдыхаем гуляем спасибо вам огромное за внимание надеюсь я ответил на ваши вопросы если есть вопросы пишите change life.solution